Утопление является недооцененной и смертельной проблемой общественности, говорят специалисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет утонули более 2,5 миллионов человек. Это в два раза больше, чем все население Казани. Среди жертв преимущественно дети о возрасте от 1 года до 9 лет. 11-летний Федор Горшков, как рыба в воде, 50 метров за 40 секунд может проплыть как кролем, так и на спине. Все потому, что родители с 5 лет водят в бассейн. Мы его начали купать с 2 лет в водоемах. В 4 я его привел в бассейн. И в 5 лет мы его уже отдали в группу спортивного плавания. Поглядайте правила безопасности на воде. Не оставляйте детей без присмотра. Спасатели Казанского пляжа «Локомотив» каждый час обходят территорию, напоминая отдыхающим правила безопасности на воде. И не зря. Много тех, кто плавать не умеет. Только в этом сезоне спасатели несколько раз вытаскивали тонущих из воды. Очень много людей, которые не умеют плавать. Средний возраст взять, допустим, 15-16 летний. Так, уж не говоря про маленьких детей. Взрослые еще научились в свое детство плавать. А сейчас тенденция там уйдет. Ну, как мне кажется, все на гаджетах. В гаджетах они хорошо плавают. Но как же тогда научить ребенка плавать? По словам родителей, пробиться в городские бассейны нереально. Что бесплатно, что за деньги. Ну, сейчас вы видели хоть один социальный бассейн? Я нет, кроме фитнес-залов. Потому что спортивные школы мы раньше ходили и в бассейны, и везде. А сейчас они все им доступны. Сейчас просто это все накладно, дорого. Поэтому как бы так получается. Ну, действительно, сейчас люди же все в ипотеках, в кредитах живут. В республике 281 чаша. В одном центре бассейнов может быть несколько. Например, во дворце водных видов спорта две чаши по 50 метров. Это 10 дорожек. Каждый может заниматься по 15 детей. Это значит, что одновременно учатся 150 ребят. Но сами инструкторы говорят, все зависит от финансовых возможностей родителей. Если в 13-м году, в 14-м году в округе было меньше бассейнов, то сейчас их намного больше. Даже вот в сентябре откроется новая школа, опять за бассейны напротив, через дорогу. И детских бассейнов, частных, и государственных, которые обучение плавания с младенчества. Выбор есть. Поэтому было бы желание и это, и возможности у родителей. Водить, в первую очередь, время свое потратить. Мы сравнили цены за групповые уроки плавания детям в трех бассейнах Казани. Так, за одно занятие в Бустане родителям придется заплатить 300 рублей. В ДВВС – 350, а в Оргсинтезе – вовсе 600. Выгоднее купить абонемент из восьми занятий. Они стоят до трех тысяч рублей. Но сколько понадобится занятий для того, чтобы уверенно держаться на воде? Намного дороже обойдутся индивидуальные тренировки. Так, в коммерческом бассейне для детей – 7800 рублей в месяц за четыре занятия. Здесь учат плавать с грудничкового возраста и до семи лет. За опасность на воде детей – это очень полезно. Дочери Александра Подольского ходят в ДВВС. За двоих в месяц он платит 2800 рублей. С ценами проблем нет, но попасть иногда бывает затруднительно. Сетует отец девочек. Спрос гораздо больше, чем наличие у нас объектов, хоть их много. Но так, чтобы нам сказали, что нет, такого, естественно, не было. Ну да, естественно, в этом очень популярное место. В рейтинге самых популярных видов спорта Республики плавание на втором месте. На первом – футбол, на третьем – волейбол. В этом году количество желающих поплавать стало в пять раз больше. На еженедельные занятия приходят не только дети, но и взрослые, говорит инструктор по спорту Елена. Не умеющий ребенок плавать – это, можно сказать, залог того, что захлебнется, не дай бог утонет. Поэтому родители очень желают отдать ребенка на обучение, чтобы он умел хотя бы держаться на воде. Разные возраста. Взрослых не меньше, желающих обучиться плаванию. То, что в Казани желающих заниматься спортом больше, чем мест в бассейнах, подтвердили и в Минспорта Татарстана. Проблема, она, возможно, есть. Ну, во-первых, это, скорее всего, нехватка тренерских кадров. И мы сейчас работаем над этой темой, что подготавливаем высококвалифицированные тренерские кадры. По виду спорта плавания у нас ребенок на безвозмездной основе может заниматься семи лет. Но это те, кто выбрал большой спорт. А для тех, кто желает получить первичные навыки, это все за деньги. Сейчас Всероссийская Федерация реализует проект «Всеобуч по плаванию». Он уже введен в школьную программу начальных классов. Но для этого в школе должен быть бассейн и договоренность с ближайшим спортцентром. Но вряд ли аренда будет безвозмездной. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Тазань.